Один из киллеров, который 23 года назад расстреляли новгородского предпринимателя Александра Садреева, предстанет перед судом. Следственный комитет и полиция сообщили о раскрытии громкого убийства конца 90-х в октябре прошлого года. И вот теперь первый исполнитель отправляется на скобью подсудимых. Роковой выстрел, оборвавший жизнь 38-летнего директора сети магазинов «Зенит Новсад», прозвучал 14 марта 1997 года. Бизнесмен был убит в подъезде собственного дома. Поводом для расправы стал его отказ платить бандитам за крышевание. Одного из киллеров, 63-летнего Вячеслава Виткова, задержали в октябре 2020 года. Другим был на тот момент бездомный подросток, которого сам Витков приютил, одел, обул и сам же вложил в руку оружие. На это преступление они отправились вместе. Выйти на след следователям и полицейским помог водитель, который доставил убийц на место преступления. В итоге удалось раскрутить всю цепочку, от заказчика до исполнителей. Хронологию событий восстановили в ходе следственного эксперимента. Он дал мне пистолет и сказал стоять внизу, нижний этаж. Вы заговаривались между собой, что кто из вас начнет стрелять? Я говорю, начну первый. Младший соучастник, который уже отбывает наказание по другому преступлению, и начал первым давать признательные показания по резонансному делу 90-х. Сейчас расследование его причастности к убийству завершено. В связи с тем, что 41-летний обвиняемый заключил досудебное соглашение со следствием, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении второго исполнителя убийства продолжается.